Мы приехали туда примерно к 19.20 и 19.30. Взяли себе по бутерброду в буфете. И пока папа стоял в очереди, я отошла сдавать куртки в гардероб. Я успела сделать красивые фотографии. И мы встретились, когда уже было 19.40 или 19.45. В 19.45 все еще идет своим чередом. На минус первом этаже в гардеробе в этот момент около 100 человек. На приеме одежды в тот вечер работают несколько школьников. Ислам, Артем, Никита и Вика. Я работаю гардеробщиком на минус первом этаже всегда. Как обычно, это был рабочий день. Все было как обычно, смены начали, там все нормально. 19.58. До начала концерта группы «Пикник» остается несколько минут. В этот момент люди в гардеробе слышат звуки выстрелов сверху. Начали слышаться хлопки. Сначала, из-за того, что мы были на минус первом этаже, никто не понимал, что происходит. Я думал, может, это экскалатор там провалился, может, или опять там какая-то пьяная компания. Но потом, когда начали люди убегать со стороны экскалатора, там со стороны лестницы, вот тогда я уже понял, что эта атака настала. Начались выстрелы, я понял, что нужно убегать и выводить людей. Мы кричали людям, куда идти, к эвакционному выходу, чтобы все уходили от ненужного управления, от тупика. Ребятам по 14-15 лет. Но они не растерялись и сработали настолько четко и спокойно, насколько это вообще возможно. Во-первых, они разделились. С Исламом мы одноклассники, дружим уже несколько лет. С ним мы действовали сообща. Он повел людей через служебный выход, а я через эвакуационный с остальными. Крокус Сити Холл соединен с Крокус Экспо. Именно по этому коридору Ислам выводил людей. Но чтобы туда попасть, нужно открыть дверь специальным ключом. Он был у Ислама, и ему пришлось протиснуться через толпу, которая оказалась в тупике, чтобы ее открыть. Люди-люди, стреляют, 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 стреляют. У нас есть через штаб, есть у нас специальный ключик, через который открывается дверь. И оттуда есть тоже на Экспо выход. Я начал на все фойе, на весь Крокус Сити Холл кричать. Люди-люди стреляют, стреляют. И начал кричать «Все бегите в Экспо», и показывал, куда нужно идти, и всем помогал. Все туда, 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 туда! В Экспо, в Экспо! Никита тоже выводил людей в Крокус Экспо. У нас есть служебное помещение. Я побежал в сторону него, там ребята нас развернули, сказали, что дали указания везти людей через служебный вход. И это вот, получается, как раз в тот момент с Исламом, это где-то, наверное, за минуты-две как раз как я втиснулся. И когда побежал в сторону штаба, как раз Ислам вот это все кричал. Мы, получается, повели людей, нас, по-моему, было четверо. Вика эвакуировалась из гардероба на улицу с первой частью людей. И осталась у выхода, направляя всех, кто вышел позже, подальше от сити-холла. Из гардероба, там уже я стояла одна, тоже говорила людям, в какую сторону идти. Помогала ориентироваться им. И уже на улице мы начали все собираться. Нам говорили бежать в Вегас, также по пути к Вегасу. Мы всем говорили бежать туда, потому что рядом с Крокусом она на данный момент небезопасна. Ислам, Артем и Никита покинули гардероб последними. Но Ислам перед уходом аккуратно поднялся на половину лестницы и осмотрелся. Я одного видел, бородатого, такой в зеленом камуфляже был, с автоматом вот так ходил. Я вот под лестницей его видел, он был просто спиной. Стоял, шел, короче, в сторону концертного зала. Метров где-то он от меня был 50, там 30 метров от меня. Он меня не видел. Причем ребята признаются, что было очень страшно. Но они понимали, что если они не помогут себе и окружающим, то никто не поможет. Сегодня Артема и Ислама наградили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ